Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Дата сегодня очень значительная для каждого человека, который родился, воспитан был на постсоветском пространстве. Сегодня 22 июня. Очередная годовщина начала Великой Отечественной войны, самой страшной войны в истории человечества, но, естественно, в истории нашей страны, наша страна понесла самые большие, самые колоссальные потери. И, как вот говорят, пока не похоронен последний солдат, война не закончилась. Но, получается, война у нас идет до сих пор, до сих пор в лесах, полях, на территории от Волги и вплоть до Германии лежат незахороненные наши советские солдаты, да и немец, наверное, тоже еще, несомненно, есть. Поэтому и здесь, конечно, все карты в руки. Кому? Поисковикам, в первую очередь, тем людям, которые... Что называется, не сладкие коврижки, а просто по зову сердца, по велению своего долга отправляются в леса, болота, работают там в крайне тяжелых условиях. Представляете, что такое в лесу работать, когда тебя комары летом жрут. Осенью, весной просто холодно, неудобно, сыро, по колено, всякое привлечение зачастую в воде. Все люди работают просто, чтобы найти хоть что-то, какие-то останки, какие-то части амуниции, экипировки, защитников Родины, которые до сих пор лежат, в том числе, и в Тверских лесах. И вот сегодня мы об этом поговорим, о том, как идет поисковая работа, как она идет в этом году. И хочу представить гостей нашей студии. Это Валерий Федорович Смирнов, заместитель, председатель общественной палаты Тверской области, помощник члена Совета Федерации Владимира Лукина и член регионального отделения поискового движения России. Добрый день. И его коллега Сергей Борисович Сергеев, член регионального отделения поискового движения России. Добрый день. А вы можете звонить нам по телефону 300-190, задавать вопросы, высказывать ваше мнение, что вы думаете о работе поисковиков, насколько она нужна, насколько важное дело делают эти люди. Ну что ж, спасибо большое, что нашли время прийти в сегодняшний такой день. Я думаю, у вас тоже сегодня дел полно по случаю такой годовщины. Скажите вообще, как вот идут поисковые работы на территории нашего региона? Ну, поисковые работы — это целый цикл различных видов деятельности. И если мы говорим в первую очередь, наверное, о полевых поисковых экспедициях, то на данный момент в связи с обстановкой в стране они у нас проходят в таком специфическом режиме. Это разведка, это небольшими мобильными группами, потому что на данный момент выход в лес разрешен, но все равно мы себя ограничиваем в связи с ситуацией. Но, как я уже сказал, поисковые деятельности — это не только полевые поисковые экспедиции, это большой объем работы в архивах, большой объем работы с местным населением, это большой объем работы с картами. Поэтому и очень важное направление, конечно же, о котором не всегда говорят и подразумевают в деятельности поисковиков — это проведение информационно-тематических встреч и с молодежью, и с ветеранами, с рассказом о событиях, о своей деятельности, проведении уроков мужества. Поэтому вот такой разноплановой работой мы занимаемся круглый год. И вот данный период, если мы будем говорить сначала от года, погода позволила провести ряд полноценных, плановых, широкомасштабных экспедиций, потому что зима была теплая. Да. Я хотел спросить, когда вышли-то, получается? Мы не заканчивали. Не уходили. То есть, благодаря вот этой зиме работали круглый год, получается? Да. И эта зима, и погодные условия позволили нам достаточно продуктивно отработать в таком направлении, в котором мы с Сергеем Борисовичем стараемся специализироваться — это авиационный поиск. У нас очень удачно начался год. И первым, наверное, таким нашим успехом, Сергей Борисович более подробно, может быть, расскажет, это как раз вот подъем самолета летчика Лисовского. Сергей Борисович, что за летчик? Ну, в октябре 2019 года Александром Мистровым было найдено место падения. Александр Мистров, ты кто? Это наш поисковик, разведчик. Было найдено место падения истребителя. Мы не знали, что это за истребитель. По деталям было определено, что это ЛАГ-3. Вот четыре месяца мы этот истребитель поднимали. Почему так долго? Потому что, во-первых, мы занимаемся это в свободное от работы время, это суббота-воскресенье в основном, либо отпуска берем. Во-вторых, он очень ушел на большую глубину. Это где-то 5-6 метров двигатель. Ну, по обломкам и найденным обломкам деталей было установлено, что это ЛАГ-3. Что вот за обломки вот это вы нам принесли в студию? Это от обломки, это штурвала от МИГа-3 и обломок от мотора, тоже самолет МИГ-3. Это героя России Петра Еремеева. О котором мы тоже попозже поговорим. По обломкам было определено, что это ЛАГ-3. Пилотировал этот истребитель, истребитель Лисовский Павел Федорович. Установили по номерам, да? Да, установили по номерам. Позже в кармане гимнастерки у него было найдено удостоверение личности и комсомольский билет, где тоже наши подтверждения подтвердились. Эксперты. Да, эксперты наши тверские из полиции подтвердили, что это Лисовский Павел Федорович. Здесь работа многогранная. И вот то, что говорит Сергей Борисович, мы, работая в поле, параллельно работаем и с архивами. И, конечно же, есть определенная специализация, как он сказал, есть группа разведки, есть те, кто выходит уже на сам подъем, а есть кто-то, кто постоянно работает с архивными материалами. И вот у нас образовалась такая сводная поисковая группа из нескольких отрядов. По-разному люди могут по времени выходить. Мы, конечно же, очень благодарны той помощи, которую нам оказывают поисковики Татарстана. Это вот у них очень большой опыт работы в архивах. Это наши московские коллеги, если говорить про казанских поисковиков. Это группа, которая работает по проекту «Небо Родины». Они восстанавливают самолет Пе-2 у себя в Казани. У них там заводы во время Великой Отечественной войны располагаются. Да, они и сейчас там располагаются наши. Но бордировщики там до сих пор делают. И вот они как бы нам помогли с установкой личностей. Также вот Сергей начал говорить о том, что и личные вещи бывают. Я думаю, что он сейчас более конкретно скажет, что мы подняли как раз. Маска против ветра летчика Лисовского Павла Федоровича. То есть она в таком хорошем состоянии, да? Она у него лежала за пазухой, когда летчика поднимали. А почему он ее не надел? Скорее всего, наверное, погодные условия позволяли. То есть когда самолет-то упал, получается? Это 11 октября 1941 года. Все-таки не лето, не маме. Ну, значит... Стивили на высоте, на скорости. Может быть, она мешала обзору. Некоторые специально открывали фонарь, кабины. Снимали все лишнее, чтобы головой вертеть, смотреть. Чтобы не сбили. Здесь еще чем вот этот подъем знаменателен? Он у нас как бы был в этом году первый. То есть, как Сергей Борисович сказал, мы начали с осени прошлого года. А уже сам подъем осуществили в этом году. У нас были вместе с фрагментами самолета были подняты и останки летчика. Тот Лисовский, да? Да, да. С личными вещами. Ну, и установили его личность, да, как вот Сергей Борисович сказал. Но нам удалось при поддержке, при помощи наших коллег из Брянской области поисковиков не просто найти родину летчика, но и найти его родственников. И вот 6 февраля этого года мы с нашей сводной группой передали останки летчика на родину. И он был захоронен вместе с родителями. Где? В Брянской области, деревня Сенча. Сенча? Да, Сенча. Так, правильно. То есть там достаточно такие ширкомасштабные мероприятия было, молодежь, пожилые люди. У него остались родственники, вот как я уже сказал. А они на тот момент что знали о судьбе своего предка? Они на тот момент вообще ничего не знали, потому что он числился пропавшим. А, даже вот так? Да. То есть получается, что он в этом году вернулся с... Да, то есть 11 октября он вылетел и как бы считался не вернувшись из боевого задания. А это сами понимаете. Понятно. Я сейчас вас прерву. У нас в боевое задание будет рекламу. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Три минуты буквально рекламы, после чего мы продолжим разговор о работе поисковиков. Сегодня 22 июня. Не переключайтесь. Снова в прямом эфире программа «Тема дня». Сегодня 22 июня. Соответственно, мы говорим о Великой Отечественной войне. А конкретнее о работе поисковиков. У нас в гостях как раз члены регионального отделения поискового движения России. Это Сергей Сергеев и Валерий Смирнов. Так давайте продолжим про этого летчика Лисовского. А мне вот интересно, а обстоятельства гибели удалось установить как-то? Да, по журналу боевых действий. Он был подбит 11 октября 1941 года. Шестью мессершмиттами. Вылетали они из аэродрома Жилина. Это оставшие... Они это кто? Наши или мессершмиттами? Это наши, наши. Это вылетело два Ила-вторых. И на прикрытие вылетели как раз на Лагах-третьих. Три Лага-третьих прикрывали Ил-вторые. И шесть мессершмиттов подбили три наших истребителя. Лага-третьих. А нашим удалось сбить кого-то? Ну, по нашей информации, у нас нет информации, были ли сбитые. А Илы ушли? Илы ушли, да. То есть, они своей жизнью, они как бы задачу выполнили. Прикрытие бомбардировщиков. Потому что, ну, на самом деле, когда вот в эту тему входишь, идет бомбардировщик, да, их прикрывают истребители. Задача истребителя прикрыть, то есть, чтобы выполнили задачу бомбардировщики. Идет разведка, самолеты разведки, да, их никто не прикрывает. И они вот идут по своему курсу. И когда заходят на боевой курс, боевой, это в их понимании, да, они должны определенные квадраты отфотографировать. Они уже с этого курса не уходят. Вот это для меня тоже было удивительно, да. Если он ушел с курса, ему надо еще раз заходить и выполнить задачу. Если ты возвращаешься, не произвел съемку, ты боевую задачу не выполнил. Ну, а что? Зарез летал. Да, что во время войны. А поэтому это определенная высота, это определенная скорость. Он ни ниже, ни выше и фотографирует. А в это время истребители противника, зенитная артиллерия противника. Поэтому летчики-авиаторы должны быть, ну, конечно, высокого уровня. И вообще-то профессия достаточно специфическая, конечно. Ну, да, летчики-то во все времена белая кость армии. Скажите, вот тоже вопрос такой, то есть, учитывая, что он не выпрыгнул, то есть, нашли останки вместе с самолетом, получается, наверное, он погиб еще в небе. Да, получается, да. Когда подняли винт от самолета, прямо на одной из лопастей было отверстие от пули. То есть, они шли в лоб-лоб. Боекомплект был полностью расстрелян у Лисовского. То есть, ни одного, наверное, целого патрона мы и не нашли так. Ну, то есть, он в активном участии, активный бой был. То есть, он погиб еще в небе и самолет, соответственно, и у него, когда мы же... Да, да, и когда мы его открывали, да, эксгумацию проводили, и в теле у него была найдена немецкая пуля. В районе грудной клетки. Ну, вот, то есть, получается, я просто сразу у меня вопрос, думаю, почему не прыгал, получается, уже... А когда свитер расстилали, было три пулевых отверстия. То есть, пулю мы одну нашли, а вот в свитере три отверстия пулевых. Тут же, вот, мне вот интересно, ведь на какой скорости вреился, вы говорите, двигатель на пять метров доошел в землю. То же сразу вопрос, а что там вообще остается от летчика? Если от самолета-то мало что остается, а человек, то есть, вот... Ну, практически ничего не остается. То есть, скелет, речи не идет о том, что целый скелет, да? Нет. Нет, все, кости переломаны, все переломаны, единственное, гимнастерка, вот все, что... Сапоги, вот... Спасает то, что это, ну, обмундирование одежды, да, и достаточно плотно. То есть, одежда, вот, просто маска, опять-таки, фактически целая, да? Ну, маска целая, потому что она лежала за пазухом. Ну, тем не менее, тело-то, что называется, на части, вот удивительно, да? Деньги, да, это тоже принес, да, были обнаружены? Да, это в кармане гимнастерки. Скорее всего, ему была выплачена премия за боевые вылеты. Это у него уже был в этот день уже второй вылет. Это боевые вылеты, это очень много. И летал он уже с сентября, а сам он был с 38-го года в Красной Армии. То есть, мы уже... То есть, это опытный летчик, да? Опытный летчик, да, уже был. А отчислились битые самолеты на его счету? К сожалению, пока вот мы из-за коронавируса не можем попасть в наш подольский архив и почитать его у ПК. А то, что у вас доступно в сети интернет, мы такую информацию пока не получили. И здесь надо понимать, да, что вот мы когда говорим, там, летчик совершил за день второй вылет, да, там, три вылета, да. Ну, в начале войны, в первые годы войны, жизнь вообще летчика-истребителя измерялась. Ну, конечно, об этом говорить как бы жестко тогда, наверное. Но вот три вылета, это считался уже достаточно опытный летчик. Вообще три вылета, не в день, а три вылета вообще, и летчик уже опытным считался. А здесь люди совершали... То есть, это только в кино, там, чуть ли не каждый день боевые вылеты, сражения, сбитые вражеские самолеты. На самом деле, как, опять-таки, в одном хорошем нашем фильме, в «Будут одни стреки» тут, помните, там, фразу «пока одного забыть, весь запаришься». Нет, на самом деле, это вот можно даже, мы, когда работая в архивах, с архивными материалами, мы находим, да, и это есть в открытом доступе, люди могут это посмотреть, какие самолеты возвращались с боевых заданий, да. И ты понимаешь, что сколько пробоин, да, и самолет все равно летит, возвращается. Самолет не так легко сбить, как наш, так и противника, естественно. Ну, и, конечно же, нельзя не сказать о профессионализме самого летчика. Мы были суперпрофессионалы, мы знаем, там, и дважды, и трижды герои нашего Советского Союза. И вот у нас, как я вот начал, да, говорить, у нас год достаточно успешный, нам сверху благоволит, наверное. Мы в этом году в Осташковском районе, опять же, благодаря вот совместной работе, когда объединяются разные отряды, да, вот у нас сводная группа, разные регионы, нам наш коллега Сергей Котков с Москвы дал информацию о том, что в Осташковском районе был сбит немецким асом наш ас, действительно ас, летчик Петр Еремеев. А как он дал, извините, я перевел просто, мне вот интересно, ну, вот вы сидите в Твери, правильно, ну, занимаетесь какой-то текущей вашей работой, да, там, в архивах, неважно, и что, почему вдруг сейчас он эту информацию передал? Вот как, мне интересный механизм просто. Ну, технологически это было очень просто. Подъем – это очень тяжелая работа, да, технологически, технически, ресурсно, и поэтому, когда идет подъем, тяжелый подъем, да, мы приглашаем наших коллег. И также наши коллеги приглашают нас. Это подъем, вот, лага, да, вы имеете в виду? Нет, мы работали в Москве. Под Москвой, да. Под Москвой, да. И в беседе, мы же обмениваемся информацией. Сергей говорит, вот, у вас… Вы работаете в Тверской области, да. У вас есть информация по деревне Красуха, такая-то, такая-то. Мы говорим, если надо, мы проверим. Ну, вот он нам дал информацию, мы проверили. А проверили, повезло опять везение, когда это… Что вы узнали, когда проверяли? Вот, у нас наш коллега, Алексей Наследников, он родом оттуда. Он провел работу с населением, и, как бы это смешно ни звучало, да, через вот эти разговоры пришел на своего дядю. И тот сказал, что он знает предполагаемое, предположительное место падения самолета. Какого? Ему отец рассказывал опять. Просто, просто вот знает квадрат, да. Но железо, ничего он там не видел. То есть, вот говорили, что в том районе упал самолет в том квадрате. И мы вот собрались в разведку, вышли туда, и нам удалось как раз вот сразу же первый день выйти на точку. Как это произошло? Ну, технически это выглядит так. Мы приехали, подготовились, переночевали, да, и рано утром, очень рано утром, ну, световой день, да, максимально, потому что разведка – это очень тяжело, и идешь, идешь, и идешь. И вышли, и чесать четыре, наверное, пять, да. Ну, там, преодолевая определенные… Предполагаемое место нам Игорь показал, проводник, стали попадаться детали. А если первый признак… Самолетные. Да, самолетные дюраль, там алюминий, если начал попадаться, значит, где-то рядом должна быть воронка. 50-100 метров. Стали это место чесать. И мы вот кружим, 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 кружим. И, опять же, Алексей Наследников нашел воронку. Воронку. А вокруг уже все звенит, да. Ну, и вот начали ее вскрывать. Из видимых деталей, без всего. Ничего нет вообще. А что сейчас на собой представляло вот это? Ну, понятно, наверное, уже не воронка, правильно? Ну, как сказать воронку? Это мы называем воронкой, а так вообще, я думаю, что любой грибник пройдет, и просто углубление в земле. А, углубление все-таки осталось? Ну, я думаю, что сантиметров 20, наверное, да. Небольшую, то есть? Да, ну, просто мох уже все. Да, понятно, крупные детали еще были сданы или растащены, или там нахозны. Увезены. Мы, к сожалению, историю происходящих. Крупных деталей абсолютно никаких не было. А искать-то его начали наши коллеги, да. Почему? Потому что Петр Еремеев является героем России, а герой России ему уже вручили после войны. Он не герой Советского Союза, он герой России. Извините, у нас телефонный звонок вас перебил. Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Сергею Борисовичу, наверное, к нему. Знаете, ребенком я была в пионерском лагере, Чайка, что в Кокошках. Вот там весь лес буквально изрыт, ну вот как мы думали, здесь лес, изрыт ямами. Но нас предупреждали, чтобы мы их обходили, что это не просто ямы, а это ямы от бомбежек во время войны. Могут быть и невзорвавшиеся бомбы. У меня, знаете, какой вопрос? Проводятся ли там раскопки? Ведь если бомбили, значит, были жертвы, это к Сергею Борисовичу у меня вопрос. Спасибо за вопрос. Так, если я правильно понял, что есть ли воронки, да, и проводятся ли там раскопки, да. Ну, все... Ну, человек, интересная история, действительно ли там как-то усиленно бомбили? Ну, в Оржевском районе у нас занимается Ржевский поисковый отряд, да. Это не Ржевский. Это Кокошки. Это Калининский район. Да, выше по течению, да. Там еще в Кокошках раньше это лагерь, а может, до сих пор есть Суворовское училище. К сожалению, я не знаю. Ну, являясь, если сейчас... Было точно на летом Суворовском. Ну, я думаю, что если можно, я отвечу. То же самое, что и, наверное, Сергей Борисович готов был сказать. Ну, во-первых, любая работа, она документируется. Любой поисковый выход, он документируется. Выйти в поиск просто гражданин не может. Выходя куда-то на территорию, мы, естественно, сначала, как мы уже говорили, работаем с архивными материалами и понимаем, что мы должны работать там, где проходили боевые действия. Если вы спрашиваете о том, попадаются ли нам предметы, похожие на взрывоопасные, да, такие случаи были. Нам везло с Сергеем Борисовичем, мы с такими предметами не сталкивались. Но технологически мы знаем, как себя вести. Для этого есть специальная группа разминирования МЧС. Как только любой гражданин, не обязательно это поисковик или кто-то другой, лесник, грибник, охотник, находит любой предмет, не только в лесу, да, но и в городе, похожий на взрывоопасный, вызывается специальная группа МЧС, которые проводят работы по уничтожению, разминированию. Это они профессионалы, они этим занимаются. Мы же свою работу ведем в рамках законодательства, и все, что связано с тем направлением, которого мы не касаемся, мы в эти вещи не трогаем. И никому не рекомендуем самостоятельно заниматься такими работами. И в поиск выходить самостоятельно, начинать самостоятельно тоже не рекомендуем. Лучше этим заниматься и начинать в составе все-таки уже действующих поисковых отрядов, которые имеют определенный опыт. У нас таких отрядов достаточно, более 53 в регионе, в каждом районе есть. Поэтому, если кому-то это интересно, можно обратиться в данные отряды, и никто не откажет вам в этой работе. Только вы должны понимать, мы об этом говорили уже сегодня, это работа бесплатная, это работа в свободное в ваше время, и она достаточно тяжелая по климатическим условиям, по физическому труду, ну и по определенным там нагрузкам. Потому что если мы вышли, если мы начали работать и осуществлять подъем останков ли, фрагментов ли какой-либо техники, в частности, вот как мы работаем с фрагментами авиационной техники, мы эту работу должны довести до конца, мы не останавливаемся. То есть нельзя прийти, оставить останки и вернуться там через 10 лет. То есть работа должна быть выполнена. Мы не говорим о том, что если большой объем работы, мы не приостанавливаем ее. Происходит специально, опять же, по определенным технологиям консервации места. И после этого возвращаемся, вот Сергей Борисович, по аэродрому у себя, сколько вы по самолету работали? Больше полугода зимой, да? Да. Почему так долго? Ну, потому что не всегда удается найти сразу, уйти на место падения. Иной раз попадаются детали, но разброс осколков и обломков, фрагментов очень-очень большой. Он может стал разваливаться там за 100 метров от него, может там за километр летел-летел. Да вот сколько вот этих кадров хроника расстреливают там. Одна консоль отвалится, другая и так далее. Соответственно, это разлетается. А еще место падения было на болоте, поэтому это вообще еще труднее найти. Болото глубиной 4-5 метров, и это... Да, то есть, вот я, например, щуп насобирал там до 7 метров, и он у меня как бы не досталось. Окна есть, да, и вот мы... И что касается, вот опять же, да, если мы вернемся к Петру Еремееву, вот, например, вот этот номерной лючок с номером самолета и вот штурвал... Это его самолет, да? Это его самолет, да? Лично я вот этот люк, лючок, вот место падения метров в 50, от воронки в метрах в 50, но у меня прибор давал сигнал, но давал сигнал на дерево. И мне пришлось подкапываться, и он уже вросший в дерево, ну, просто достаточно такое хорошее дерево. И вот буквально недалеко оттуда же опять, это то, что разброс, чтобы понимали, да, и штурвал был найден. А основные фрагменты, вот, да, это вот, как мы говорили, эпицентр, то, что Алексей Наследник нашел. Ну, и вот Сергею Борисовичу повезло. Давайте, правда, вернемся вот к герою Российской Федерации, не Советского Союза Еремееву. Скажите, когда вы поняли, что вас ждет какая-то большая удача, когда вот работали на месте? Во-первых, когда нашли вот этот лючок, он хоть и маленький, но на нем вот четко видно номер 4186. Потом по одному этому номеру, да, можно определить целую судьбу самолета. И вот выяснилось, что это им управлял действительно герой Российской Федерации Еремеев Петр Васильевич, 1911 года рождения. — О нем было что-то известно? Ну, момент. Что вы о нем знали, когда вот, что называется, обнаружили, копали вот эти... — На самом деле Сергей Котков занимался Петром Еремеевым уже, наверное, больше 10 лет. Именно собирал о нем информацию, ездил в архивы. — Они-то, его группа-то и подняла его первый самолет, за который ему дали героя России. Он сбил таран, совершил таран в небе над Москвой. — 29 июля, небе над Москвой. Он пошел на тарал ночной. Говорят, первый ночной таран Петра Еремеева, да? — Вообще, среди наших летчиков. Нас-то в школе учили Талалихин. — Да. Оказывается, Петр Еремеев почти на две недели раньше его совершил. Но об этом... — Это не умаляет подвига Талалихина? — В такой мере, да. Ну, просто обчу так получилось. Не успели вовремя сообщить? — Нет, он был представлен. — Был представлен Куреев Ленина. — А почему-то Талалихину все с детства, а вот Теремеев? — Ну, это на усмотрение командования, наверное. Мы, к сожалению, такой информации не обладаем. Но вот в полковых документах числился, как совершил таран. — А какой самолет он сбил? — Юнкерс-88. — Бомбардировщик. — Летчик остался, немецкий остался жив, вышел к своим. Он покинул самолет, вышел к своим и подтвердил то, что его сбил. — Да, в немецких оперсводках тоже указывается, что потеря от тарана. То есть и немецкие, и наши журналы боевых действий подтверждают, что это именно так. И в 95-м году Петру Еремееву было присвоено звание Героя России, потому что за этот таран в советское время он вообще ничего не получил. — А почему так? — Потому что он перешел из 27-го полка в 28-й, потом он погиб. — Был переведен, воевал уже на Тверской земле, и вот как раз рядом с городом Осташковым он погиб. Дальше вы копаете, что называется. Когда вы поняли, вот у нас телефонный звонок снова. Слушаем вас, здравствуйте. — Добрый день. — Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. — Меня зовут Лукин Владимир Петрович. Мне сказали, что... — Владимир Петрович, здравствуйте. Очень приятно, что вы звоните в эфир. — Да. — Великолепные зрители нам звонит наш сенатор Тверской области, член Совета Федерации Владимир Петрович Лукин. — Это правда. — Это право. — Да, мы давно и, надеюсь, успешно сотрудничаем с вашими ребятами. Они замечательные люди и делают прекрасную работу. Особенно большая удача — это вот то, что они совсем недавно нашли самолеты и останки пилота. И мы по этому случаю проинформировали Министерство обороны, заместителя министра. Они обещали подключиться к этой работе, к нашей общей, помочь нам. Так что ребят наших я поздравляю с тем, что они работают самоотверженно, успешно, как и должны работать. Люди настоящие, не картинные, а настоящие патриоты своей страны. — Спасибо вам большое за теплые слова. Спасибо. — Пожалуйста. Всего хорошего. — Спасибо. До свидания. — До свидания. — Какой у нас телезритель или радиослушатель. Скажите, давай все-таки вернемся, еще раз говорю. Вот когда вы поняли, что вас ждет настоящая удача, что не просто дело ограничиться обломком самолета, а что вы именно найдете и могилу героя, что называется? — Ну, мы, знаете, шаг назад сделаю я, а Сергей Борисович продолжит, потому что он как раз и совершил такой, знаете, гражданский свой поступок, да, наверное, такой успешный. Мы, по имеющейся у нас информации, летчик после того, как самолет был сбит, упал на нашей территории и был захоронен рядом с самолетом. После этого, уже в последующие годы, это захоронение его было перенесено на погост Серемуха. Причем, вот я здесь хочу слова благодарности сказать нашему тверскому краеведу Вячеславу Михайловичу Воробьеву, который везде пишется «Черемуха», на самом деле это «Серемуха». Ну, там есть определенные правила. И мы и родственникам также тогда сообщили, и они считали, что он там захоронен. — И они были на месте его гибели? — И возлагали захоронение. — Причем три раза, как оно. — Теперь якобы захоронение, да. И мы там побывали, но нас очень насторожило то, что его, он не значится. То есть, ну, могли не записать, да, мы по-разному как бы, но его нет. И вот, Сергей Борисович, уже когда мы отработали по самолету, номера установили, дубль номера установили, да, отработали практически всю территорию, собрали все фрагменты в заключительный день. — В заключительный день, да. Совершенно случайно, метров, наверное, двадцати... — От воронки, да. — От воронки, да. — Был обнаружен провал. Ну, провал — это что такое? Это просто в земле какое-то углубление, вроде прямоугольника. Поисковым щупом пощупал, щуп проваливается. — Просто проваливается, то есть ни на что не натыкается? — Обычной земле, он как бы никуда не уходит, а тут просто улетает. Ну, было решено сделать шурф небольшой. Когда сделали шурф, наткнулись на кожаную куртку, наверное, да? — Да, реглан летный. — На ремень или что-то такое кожаное наткнулись, но уже стало понятно, что здесь захоронен кто-то, да, лежит. — Сделали. — Ну, там уже археологическим способом вскрытие произвели, зачистили, и тут в подтверждение, ну, действительно, нам так сложилось, да, что, во-первых, летный реглан, у него под головой летный шлемофон. И когда археологическим методом поднимали останки, смертный медальон. Ни разу вот у нас такого не было, хотя это у нас... — У Лисовского тоже был, но он не читался. — Да, не читая. — А здесь он еще и читал. — Еще и читал. — Да. — Сейчас он находится на экспертизе. Как только проведут экспертизу, мы, наверное, да, его сможем показать. — Да, у нас наши коллеги, вот Сергей Котков, Борис Давыдов, кто нам помогают, да, вот они вот эту работу ведут. И у нас сейчас, как Сергей Борисов сказал, все это на экспертизе. И останки летчиков все равно, да, имея вот эти все подтверждения, и даже смертный медальон, знаете, ну, мы все-таки стараемся выполнить полный спектр работ. Сейчас находится на экспертизе, на генной экспертизе, взяты пробы у родственников, потому что опять с помощью наших коллег по поисковому движению России в Челябинске, в городе Челябинске найдено сын и дочь летчика. — Они до сих пор живы. — Они живы. Но вот нас, к сожалению, очень сильно остановила вот эта ситуация, да, потому что экспертизы не работали, да, города закрыты. — Коронавирус имеется в виду. — Да, да, коронавирус. И сейчас вот работа начата, как только они будут закончены, мы стопроцентное подтверждение получим. Мы общались с дочерью, вот Сергеем Борисовичем, мы общались с дочерью Петра Еремеева. — Ларисы Петровны, да. — Ларисы Петровны, да. И сын еще жив, тоже проживает там много родственников, все в Челябинске. И по решению родственников, оно было, это их решение, это они должны его принимать. На данный момент мы рассчитываем на то, что он будет похоронен в Челябинске. — То есть все-таки в Челябинске. — Да. — В Челябинске, да. — Потому что дочь сказала, что родственники советовались, и на данный момент принято решение, что он будет захоронен в Челябинске. — Ну, что оно и кучу, на самом деле. Потому что тут эта могила, кто за ними будет ухаживать. А тут родственники, для них это реликвия, они гордятся. — Ну, на самом деле, вы знаете, я что хочу сказать. То, что касается воинских захоронений, за ними у нас хороший уход. Насколько это позволяет возможность. — Ну, а родственник, я уже думал, будет. — Но, да, вот приезд родственников сюда, это достаточно тяжело. Они в возрасте, если это будет, конечно, там, они там смогут посещать могилу отца спокойно. — Скажите, а что известно об этом последнем бою его? — Ну, тоже тяжелый бой. — Тоже тяжелый бой, да. Три мига вылетели. И, скорее всего, они просто не увидели шесть мессершмиттов, потому что они были все расстреляны, как-то в расплох взятый. — В течение там... — В течение трех минут, наверное, пяти минут. — Видно, из облаков против солнца вышли. Потому что, ну, это уже по сводкам немецким. — Что немецкие сводки говорят? — И немецкими на что расстреляли три мига. — И все. — И все, да. Там буквально там... — Один сбил летчик немецкий два, и один сбил один. Кто точно сбил, ну, тяжело предполагать, да. Но мы сейчас этим вопросом занимаемся. — А что за немцы были? Какие-то опытные подразделения, может быть? — Ну, там один прошел всю войну, насколько я помню, да? — Всю войну прошел, остался жив. — Сейчас, к сожалению, не помню его фамилию, но прошел всю войну, и даже недавно он умер. — В 95-м лет. — В 95-м, то есть, практически, получается, в год присвоения звания Петро Емелья, то он еще был жив. Но там он ас, у него уже на тот период времени, у немецкого летчика было сбито около 90 наших. — Ого. — Не только наш, вообще у него на счету был, потому что он Европа там. — Да, 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 да. — Ну, это хороший послуженный список, получается. — Ну, и наш летчик, у него на счету тоже и по времени полетов, и на счету у него, я сейчас, к сожалению, точно не смогу сказать цифру, но были сбитые самолеты. — Да, один самолет даже принесли объемки. — Ну, и таран, да, у него совершен, да, это же вообще ход, но... — Петр Еремеев был награжден орденом Красного Знамени за сбитый тоже самолет под Москвой. И обломки этого самолета, по рассказам, опять же, дочери Петра Еремеева, лежали на Красной площади. — В тот период, когда... — Каждый житель мог посмотреть, что вот все-таки наша авиация что-то сбивает, да? — А в каком он звании был момент гибели? — Лейтенант. — Они достаточно все, конечно, мы тоже должны это понимать, они все достаточно молодые люди, практически мало у кого были дети. Хотя я не говорю, что там... — Ну, понятно, все равно в целом. — В основном, да, это молодые ребята, но эти молодые ребята в таком возрасте уже совершали... Любой вылет во время войны, по-моему, по-нашему, у меня это вообще подвиг, учитывая сложности, учитывая состояние техники, да, я понимаю, что... Ну, она соответствовала, там, это по нашим меркам меряем, да, но поднимая фрагменты самолетов, мы понимаем, что, ну, и управлять машиной, да, и вести бой тем более, и сбивать это не так просто, потому что, глядя через... Достаточно редко, но попадаются, например, бронестекло от самолетов наших, от истребителей, да, это достаточно толстое стекло, и, глядя через это стекло, ну, не так все хорошо видно, на самом деле, да, поэтому головой нужно было вертеть очень активно. Ну, и вот работы в таком плане, вот, были начаты, и их достаточно успешно, как бы, завершены. Хотя параллельно с этим мы взаимодействуем с нашими коллегами, как я говорил, из Татарстана, да, это там Илья Прокофьев, и самый, наверное, вот наш такой лучший друг Александр Коноплев, руководители вообще вот этого направления в Татарстане, они, мы их пригласили к нам, они к нам приезжают на работы, и вот буквально недавно они были у нас. Сергей Борисович полностью принимал участие в их работах. Тоже интересный выход по, как мы уже говорили, они специализируются, да, на так же авиационном поиске, но у них в приоритете стоит, конечно, Пе-2, который они собирают, да, так называемый пешка. И опять нам всем, да, вот сводному отряду повезло. Сергей Борисович сейчас расскажет, что они делали, и летчиков трех, которые были в прошлом году еще, да, начали работать. Да, первый приезд группы из Татарстана состоялся в декабре 2019 года, но из-за погодных условий, опять же, зима нам не помогла, не было таких морозов, чтобы работать. Здесь двояко, выходить тепло, а если глубоко, то желательно морозы, но без снега. И маленький световой день. Ну, были подняты, опять же, фрагменты самолета, по номерам двигателя был установлен экипаж этого самолета, это три человека, вот можно показать, к сожалению, у меня только две фотографии. В архивах сейчас еще не найдено, к сожалению. Это летчик-сержант Алмакаев Николай Платонович, штурман звена, младший лейтенант Рыбак Владимир Кузьмич. Значит, один уроженец у нас Ульяновской области, другой Кировоградской области, город Новоукраинка. Сейчас идет поиск родственников этих летчиков. И воздушный стрелок-радист, это у нас Маслов Егор Васильевич. Это уроженец Рязанской области. К сожалению, у меня его фотографии нет. Это экипаж Петлякова, да? Это экипаж, да, состоял из трех человек, да. Если истребитель у нас один летает летчик, то в Пе-2 экипаж состоял из трех человек. В настоящее время ведется поиск родственников. Ну и они будут, я так думаю, захоронены в Старецком районе, где и были найдены. Потому что здесь экипаж установлен, фрагменты найдены, и самолета, и части скелета летчиков. Но, к сожалению, удар был очень сильный, глубина большая. И отделить фрагменты одного летчика от другого невозможно. Поэтому захоронение будет проходить всех вместе. Как они летали на одном самолете, так вместе и будут захоронены. И, скорее всего, да, это будет на Старецкой земле. Я думаю, что в осенний период традиционно там. На данный момент работы по Пе-2 полностью закончены. Экипаж весь поднят. Фрагменты самолета подняты, все, что находилось на месте. Здесь еще тоже хочется сказать, чтобы телезрители, радиослушатели понимали о том, что фрагменты самолета это не как в кино. Да, это не весь самолет. Упал самолет, летчик вышел и пошел. Мы не отрицаем, что... И самолет еще такой, как показывают, вполне целый хвост. Да, самолет целый. Такое случается, но это вынужденная посадка, когда летчик жив, и ему удается удержать машину. Второй вариант, наверное, когда остается цела машина, это посадка на воду. Но, опять же, все равно это должна быть такая достаточно мягкая посадка, потому что вода тоже жестко принимает. А если это гибель летчика в небе и удар самолета о землю, как Сергей Борисович говорил, сколько у нас самое глубокое такое вот было, наверное, подъема двигателя? 5-6 метров. 5-6 метров, да. Вот двигатель уходит, но это самая такая тяжелая часть машины, да. Истребители очень зарываются глубоко. Винт работает и пошел. Когда винт отрывается, то винт улетает там на 200-300 метров, может улететь от места падения. Поэтому самолет, ну, разлетается на очень мелкие детали. Это целующее. Да, вот самые детали такие. Вот примерно вот такого размера основная масса деталей. Вот. И мы не говорим о том, что не бывает крупных фрагментов, но эти крупные фрагменты, это, как мы сказали, двигатель и шасси. Да, все остальное может быть переломано так. Ну, и, к сожалению, наверное, Сергей Борисович, хочу сказать, о том, что, ну, к сожалению, мы ни разу мы еще не находили место падения самолета, где не поработали бы черные. Да не черные, после войны собирался металл. После войны, да. Просто железа не было, собирался металл. Металлом собирался, и, к сожалению, пионеры собирали. Просто увозилось, и наша проблема и состоит в том, нам нужны номерные детали, чтобы четко понимать. Ну да, чтобы установить. Ну что же, у нас эфир подходит к концу. Дорогие телезрители, сегодня 22 июня. Мы сегодня говорили о работе поисковиков. Вот они нам рассказали очень интересные вещи, как идут работы, что такое по-настоящему найти сбитый самолет. Опять-таки, как нам сказали, это уже не как в кино. Но приходится в прямом смысле по крупицам восстанавливать историческую правду, восстанавливать имена героев, которые сражались за нашу Родину больше 70 лет назад. И которые, как выясняется, Калининская земля. Еще много героев у нас погибло, которые имеют всесоюзное значение. Вот автор первого ночного тарана в годы Великой Отечественной оказывается погиб у нас на Калининской земле. Ну что, спасибо вам большое. Это была программа «Тема дня». До новых встреч в эфире. Всего доброго. Всего доброго, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова